Весной этого года в агентствах занятости началась реализация проекта «Содействие региональной мобильности трудоустроенных коммерсантами лиц», в рамках которого государство обеспечивает финансовую компенсацию транспортных расходов и платы за аренду жилья в первые четыре месяца после начала трудовой деятельности. Казалось бы, безработным жителям края предоставлена замечательная возможность, но прошло почти полгода, а заявлений в долгов полское отделение принесли только пять человек. Мы одобрили для трех безработных вот эту программу, эту компенсацию. Один прервал трудовые отношения, и один человек не был одобрен, не была поддержана эта программа. Больше, к сожалению, у нас желающих нет. В качестве основной причины Янис Ванекс называет отказ работодателей давать полную информацию. Дело в том, что участвовать в проекте может тот человек, который нашел работу благодаря открытой вакансии на сайте Государственного агентства занятости. Но таких, оказывается, не так много. Не все работодатели хотят указывать предлагаемую заработную плату. Такие вакансии считаются закрытыми и в проекте не участвуют. Кроме того, работодатель должен заключить бессрочный договор с участником проекта. И надо сказать, что это условие является определенным риском для любого коммерсанта. Поэтому на этот шаг также идут лишь немногие фирмы и предприятия. Есть и другие причины. Не каждому сельскому жителю доступны, потому что там требуется специальная квалификация. Наврать ли у них есть. Ну и второй, наверное, по моему усмотрению причина, это натуральное хозяйство. То есть есть какие-то дома, приусадебные, например, приусадебный земельный участок. Есть какая-то там корова, скотина и так далее, которые надо присматривать. Естественно, эти люди, конечно, не будут работать в городе. То есть на расстоянии больше 20 километров. Сотрудникам агентства приходится сталкиваться из проблемы алкоголизма как в городе, так и на селе. Любители спиртных напитков не очень-то горят желанием работать. Правда, и для них разработана специальная программа. Есть программа, так называемая программа Миннесоты, в которой 28 календарных дней происходит работа психологами, психиатрами. То есть мы их называем полосканием мозгов, для того, чтобы человека переубедить, что алкоголизм – это не та болезнь и не та возможность, которая, значит, он, имея эту болезнь, может найти работу. Естественно, эта программа сегодня существует. У нас есть, например, среди безработных филиалов, которые посетили эту программу. На сегодняшний день в Далгов-Пелском агентстве занятости зарегистрировано около 70 открытых вакансий, а значит, выбор есть. Проект мобильности пока рассчитан до конца года. Так что, если есть желание, то жители Далгов-Пелского и Лугского края вполне могут воспользоваться такой возможностью. На данный момент самыми востребованными специальностями являются швеи, продавцы, металлообработчики и строители. Продолжение следует...